Зарисовка девятнадцатая. Верьте детям. Привет! Антон продолжает рассказывать свои байки. В прошлый раз рассказал про сирену. И честно признаюсь, опять неприятный такой осадочек, плюс мурашки по всему телу пробежались. Бррр! Как вспомню, так нехорошо становится. Ну да ладно, надеюсь, что больше на такую удочку не попадусь. Едвига мне такой оберег сделала, который меня от поползновений всякой нехорошей нечисти оградит, пока ношу его. Даже не то, что оградит, а знак подаст, что, мол, нечисть рядом со мной, а не обычный человек. Предупрежден, значит вооружен. Я с ним и не расстаюсь с тех пор. А то я парень доверчивый, как оказалось. Да, к вопросу о доверии. Хочу посвятить этому мой сегодняшний рассказ. Вот вы, когда были детьми, верили же свято в сказки, страшилки разные, ну там черная рука, гроб на колесиках, призрак из шкафа, в Деда Мороза опять же, но потом перестали, так? А почему? Понимаю, что повзрослели, но дело не только в этом, а скорее в том, что взрослые вам не верили и убеждали, что это все не так, что вам только все чудится, что вы все это придумываете. За исключением Деда Мороза, конечно. Веру в него взрослые, наоборот, стараются поддержать в детях как можно дольше. А про сказки так сразу и заявляют, что это сказки, то есть придуманные истории. Хотя некоторые взрослые от души пугают вас бабайкой, который придет и заберет вас, раз вы не слушаетесь папу с мамой. У меня неожиданно мысль возникла. А может быть, мы, собравшиеся здесь, в нашем заведении, как раз выросли из других детей, из тех, кому верили? Вот мне, например, папа с мамой никогда не заявляли, что все неправда, что я все придумываю. Папа мне говорил, да зачем бояться того, кто сидит в шкафу? У тебя же есть твой пистолет, стреляй в него, он избежит. Пистолет у меня действительно был водяной. Я на ночь обязательно наливал в него воды и клал рядом с собой на тумбочку, чтобы в случае чего расстрелять того, кто сейчас шуршит в моем шкафу и наверняка хочет оттуда выбраться и напасть на меня. Я так и заявил этому шуршуну однажды вечером, только попробуй вылезти, я сразу же стреляю. И вы знаете, самое интересное, что с тех пор это шуршание прекратилось. Я был тогда несказанно горд собой, ведь это я его прогнал и темноты перестал бояться. Я ведь мог постоять за себя. Я даже от ночника отказался, хотя до этого мне всегда оставляли его включенным. И сейчас, когда я уже взрослый человек, я продолжаю верить во всякое. Не потому, что я здесь работаю и постоянно сталкиваюсь с этим всяким. Скорее, я работаю здесь, потому что верю. Может быть, поэтому я все это и вижу. Потому что кто перестает верить, тот перестает и видеть. Вот в эту тему и мой следующий рассказ. Ловите. Эта семья приехала, как ни странно, зимой, в самом конце декабря. Обычно зимой у нас, кроме дальнобойщиков или других шоферов, редко кто останавливается, тем более всей семьей. Эти ехали в гости к родителям, чтобы встретить вместе Новый год. Мать, отец и двое детей. Мальчишки, 13 и 3 лет. Они мне все сразу как-то понравились. Такие все дружные, веселые, очень доброжелательные. Мальчишки так искренне радовались будущей встречи с дедушкой и бабушкой, все рассказывали о том, что там будет настоящая елка, камин. Гадали про то, какие они подарки получат. Я слушал, и мне сразу вспоминались добрые рождественские фильмы для семейного просмотра. Эта семья даже одета была одинаково. Свитеры с одинаковыми норвежскими узорами, как оказалось, связанные мамой. Джинсы, на ногах армейские ботинки. Семья сняла два номера, один для родителей, второй для мальчиков. Разместившись, они спустились поужинать. Дело близилось к вечеру, за окном уже серело. Мальчики тут же подбежали к барной стойке и вскарабкались на высокие стулья. Родители разместились за столиком возле окна. — Ну что, братцы, давайте знакомиться, предложил я. — Меня зовут Антон, а вас? — Матвей, — ответил старший. — Лис, — ответил мелкий. — Лис, — удивился я, — какое интересное у тебя имя. — Его вообще-то Елисеем зовут, — пояснил брат. — Но коротко мы все называем его просто Лис. — Ну а что, похоже, — засмеялся я, взъерошив рыжую шевелюру Елисея. — Как есть Лис? Родители, наблюдая за нами, заулыбались. У мамы были точь-в-точь такие же рыжие кудри, а вот старший явно в отца, черноглазый, черноволосый. Совсем разные братья получились, но что-то неуловимое, роднившее их между собой, явно присутствовало. Посмотришь на них и сразу поймешь — братья. Отец встал со своего места и подошел к нам. — Добрый вечер, меня зовут Кирилл, супругу Вита. — Вас я слышал, Антон? — Да, верно, — кивнул я. — Мальчики не слишком вас отвлекают, а то давайте мы их живо к себе за столик пересадим. — Нет, что вы, пусть сидят, мы с ними поладили, сейчас вот какао им сделаю, ужин можно тоже им здесь сервировать. — Пусть сидят, им, похоже, нравится на барных стульях, а вы из напитков хотите что-нибудь заказать? — Пожалуй, от кофе не отказались бы. Пока ужин готовится, улыбнулся Кирилл. — Отлично, сейчас принесу, присаживайтесь. — Антон, мы с Витой люди не церемонные, можно и на ты. Кирилл приветливо махнул рукой и отошел к столику. Тем временем принесли заказанный ужин. Мальчики приступили к еде. Я заметил, что лис как-то вяло ковыряет вилкой в тарелке, сидит такой, голову рукой подпер в задумчивости и смотрит куда-то, будто сквозь стенку. — Эй, лис! — окликнул я его. — Чего такой невеселый? Устал? Может, давай ты какао выпьешь, да спать отправишься? — Нет! — тут же воскликнул пацан. — Я не хочу спать! В глазах его мелькнул неподдельный ужас, он аж затрясся весь. Тут только я обратил внимание, что под глазами у лиса темные круги, будто от постоянного недосыпания. Я вопросительно взглянул на брата. — Не обращайте внимания, — ответил Матвей. — Он придумал себе страшилку, ну или кто-то ему рассказал страшилку, вот теперь и боится спать один. — Я не придумал, — буркнул лис. — Он правда есть. — Слушай, да не выдумывай, — с досадой отмахнулся брат. — Ладно, сегодня все равно спим в одном номере, так что можешь идти укладываться, я позже лягу. — А ты со мной не пойдешь? — с надеждой спросил Елисей. — Да что я, маленький что ли, чтобы в девять часов спать ложиться? Лис вздохнул и продолжил ковырять вилкой еду. Было видно, что спать он идти совершенно не хочет, вернее, побаивается. — Матвей, а что такое? Почему он не хочет спать один? — спросил я, когда отец повел лиса в туалет. — Да придумал какую-то ерунду, — ответил нахмурившись брат. — Похоже, ему просто не понравилось, что теперь он в другой комнате. Понимаете, мы сначала в одной комнате жили, а потом родители купили дом вместо квартиры, и там у каждого своя комната появилась. Это же классно, а то он мне, честно говоря, уроки немного мешал делать. Я всегда играю с ним с удовольствием, но сначала-то уроки нужно сделать, а он не понимает. А теперь я запираюсь у себя, чтоб Лис не входил и не мешал. Ну вот, а он, похоже, и придумал, что у него под кроватью кто-то живет. Говорит, что ночью за ноги его хватает, когда он ноги с кровати спускает. Ну, фигню всякую огородит, маленький же. Слушай, Матвей, а ты не пробовал переночевать с ним в его комнате, когда он начал говорить про того, что сидит у него под кроватью? Зачем? Удивился Матвей. Чтобы проследить, есть ли там кто. Да ну, зачем? Он же все придумал. Там же все равно ничего нет. Я замолчал, поняв, что парень не верит брату. Да и родители, похоже, тоже не верят. Нужно с этим что-то делать. Мальчишка очень боится спать. Это видно по нему. Лис тем временем вернулся. Я поставил перед братьями чашки с какао и тарелку со свежеиспеченным печеньем. Елисей уже совсем клевал носом. Даже какао с трудом допил. К стойке подошла Вита. Лис, а Лис, позвала она сына, пойдем-ка спать, а? А то ты сейчас уснешь прямо здесь на стойке. Я не хочу, сморщился мальчик. Я тут посижу, Матвея подожду. Не выдумывай, улыбнулась мать. Пошли, уложу тебя в кровать. Она взяла сынишку за руку и повела наверх. Я посмотрел, как неохотно ковылял за ней Лис, и у меня внутри все сжалось. Я же знаю, что мальчик не врет. Что же делать? Вита вернулась быстро. Спит? Спросил Кирилл. Конечно, рассмеялась она. Только коснулся подушки, сразу же уснул. Устал очень в дороге. Вот и хорошо, пойдем и мы отдыхать. Посмотрим немного телек и на боковую. Матвей, а ты как? Пап, мам, я посижу еще, поиграю, ответил мальчик, глядя в смартфон. Только смотри, не позже одиннадцати, договорились? Ага, ответил Матвей. Идите отдыхать, я прослежу, сказал я. Родители поднялись в номер. Пока я наводил порядок, Матвей сидел за стойкой. От телефона он отвлекся, мы с ним разговорились. Он рассказывал мне о школе, о том, какие игры ему нравятся, поболтали о музыке, о любимых группах. Пацан, как оказалось, на тяжелом руке помешан. В общем, Матвей мне понравился. Оказался хорошим, очень воспитанным и очень эрудированным для своих лет парнем. Кстати, он и про лиса с такой теплотой говорил, рассказал, как радовался, когда брат родился, как играет с ним. Хорошая семья, хорошие дети, несмотря на десятилетнюю разницу. Вот если б я еще смог его отучить бояться, вздохнул Матвей. — Матвей, начал было я, а ты уверен, что лис придумывает? Мальчишка не успел ответить, как наверху раздался истошный крик Елисея. Мы вскочили и через две ступеньки ринулись туда. Из своего номера выбежали Кирилл и Вита. Всей толпой мы влетели в номер и щелкнули выключателем. Елисей сидел на кровати, поджав ноги. В глазах его сквозил ужас. Вита кинулась к нему и обняла. — Лис, лис, успокойся, успокойся, все прошло, мы с тобой, мы здесь. Тебе приснился страшный сон. — Это не сон, мама, схлипывал мальчик. Он под кроватью, он схватил меня за ногу, он хочет утащить меня под кровать, я боюсь. — Лис, эй, лис! Кирилл присел рядом с ним на корточке и взял его за руку. — Посмотри на меня, это просто плохой сон. Ты сейчас ляжешь на другой бочок и плохой сон улетит, ладно? Мальчик схлипывал все тише и тише, постепенно успокаиваясь. — Мама, а можно я пока не буду спать, пока Матвей не придет? — И вот так каждую ночь, шепнул мне Матвей и, повернувшись к брату, продолжал. — Я уже иду спать, лис, ложись, не бойся ничего, я сейчас приду. Елисей снова улегся, мать укрыла его и все вышли из номера. — Вита, наверное, нужно будет отвезти Лиса к психологу, меня очень тревожат его ночные страхи, сказал Кирилл. — Наверное, ты прав, вздохнула Вита. Когда за ними закрылась дверь, я повернулся к Матвею и тихо сказал. — Значит так, слушай меня, только, пожалуйста, не возражай и не перебивай. Тебе покажется странным, но я тебе точно говорю, что твой брат не обманывает. — Да ладно, ухмыльнулся Матвей. — Вы хотите сказать, что под кроватью реально кто-то живет? — Я хочу сказать, что трехлетний малыш не может врать. Поверь мне, врать люди начинают гораздо позднее. — Но придумывать же он может. — Фантазировать, поправил я. — Да, может. У меня к тебе предложение. Пошли к вам в номер и немного посидим в засаде. — Вы реально хотите поймать того, кто сидит под кроватью? — Нет, ну вы даете, захохотал Матвей. — Тише, тише, предостерег я. Ты же не хочешь, чтобы родители опять вышли. Так что ты думаешь по поводу моего предложения? — Ну ладно, давайте, это даже прикольно. — Окей, ты иди к Лису, а я быстренько принесу какое-нибудь оружие, сказал я и спустился вниз. Я заскочил на кухню, схватил молоток для отбивных и вернулся к мальчикам. Увидев мое оружие, Матвей зажал себе рот обеими руками, стараясь не расхохотаться. Я погрозил ему кулаком и приложил палец к губам. Тихо, мол, мы забрались на кровать Матвея с ногами и затихли. Лис спал очень беспокойно, все время ворочаясь и постановая во сне. Внезапно под его кроватью раздался какой-то шорох. Матвей изумленно посмотрел на меня. Я опять сделал ему знак, чтобы не издавал ни звука. Свисающий край одеяла заколыхался, будто кто-то хотел стянуть его на пол. Одеяло поползло вниз и в итоге съехало с кровати. Под ним началось какое-то движение, будто нечто, небольшое, пыталось из-под него вылезти. В это время лис пошевелился, перевернулся, его нога свесилась с кровати. Движение под одеялом прекратилось, будто то, что находилось под ним, внезапно замерло. Потом движение возобновилось. Из-под одеяла высунулось какое-то подобие черной маленькой когтистой лапки, схватило лиса за ногу и потянуло вниз. Мальчик проснулся и вскрикнул. Я тут же подскочил к одеялу, свернул его в комок, намертво фиксируя то, что находилось под ним. — Лис, только не кричи! — предупредил я. — Мы с Матвеем здесь. Перепуганный Елисей переводил взгляд с меня на брата, не понимая, что происходит. Матвей зажег прикроватную лампу. — Что это было? — спросил совершенно ошарашенный происходящим Матвей. — Ну почему же было? — усмехнулся я. — Оно есть, есть всегда. Я потряс сверток из одеяла, внутри раздалось недовольное ворчание. — Ты слышишь меня? — тихо сказал я, наклоняясь к свертку. Находившееся внутри существо замерло. Я не очень сильно стукнул по свертку молотком. Из него раздался приглушенный писк. — Видимо, не нравится, — заключил я достаточно злорадным тоном. — Так вот, слушай внимательно. Если ты еще хоть раз придешь к этому мальчику, то ты не молотком получишь, как сейчас. Нет, все будет хуже. Елисей возьмет пистолет и застрелит тебя. Так ведь, Елисей? — Да, — ответил мальчик, со страхом глядя на мой пакет. — Ну так как? Дошло до тебя? — спросил я, опять наклонившись к пакету. Оттуда послышалось ворчание. — Смотри у меня, если что. Тебе же хуже будет. — пригрозил я и развернул одеяло. Из него выкатился бесформенный, небольшой, лохматый, шарообразный предмет черного цвета и, опираясь на маленькие подобия когтистых лап, стукнулся с размаха об стену и исчез. Матвей, совершенно онемев, смотрел на меня, открыв рот. — Что это было? — наконец спросил он. — Это Бука, — вдруг ответил Лис. — Бука? — переспросил Матвей. — Да, — подтвердил я. — Бука, бабайка, как угодно его назови, тот, кто приходит в темноте, тот, кто сидит под кроватью или в шкафу. — Но их же не бывает, прошептал Матвей. — Ты глазам своим не веришь тоже? с иронией поинтересовался я. — А почему я с ними не встречался? — Возможно, и встречался, просто не помнишь, а возможно, и не встречался. Просто у Елисея очень богатое воображение. — А Бука больше не придет? — спросил Лис. — Думаю, что нет, а если придет, ты выстрелишь в него из пистолета. У тебя же есть пистолет? — Да, — ответил Лис. — Вот и чудно. Бери его с собой, когда пойдешь спать, и если Бука придет, стреляй. Но он не придет, он очень испугался молотка, улыбнулся я. — Ура! — воскликнул Елисей. — Бука испугался! Матвей уложил Лиса спать, и мы вместе спустились выпить какао. — Матвей, ты только родителям не рассказывай. — Конечно, я ж понимаю, — ответил мальчик. — Антон, а откуда вы знали про Буку? — Из детства, — улыбнулся я. — Мои родители мне верили, и мой папа посоветовал мне стрелять в него из водяного пистолета. Я тогда просто пригрозил, что буду стрелять. Этого оказалось достаточно. Он просто пойдет к тем, кто его боится, с другими ему неинтересно. — Прикольно, — сказал Матвей. — Ага, вот и запомни. И когда у тебя будут дети, вспомни об этом и верь им. — Угу, — кивнул мальчик. — И все же прикольно. Я просто теперь думаю, так Дед Мороз что, тоже существует? — Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!